Печальная и давняя проблема расовой дискриминации и реакция на нее негативно сказываются на ситуацию в США в такое время. Цвет кожи, вероисповедания и каста стали причиной множества страданий. На почве этого пролилось много крови, было отнято слишком много жизней, но проблема все равно остается. Во многом, благодаря законам, мир стал в значительной степени равноправным. Но по-прежнему существуют страны, религиозные республики, где дискриминация узаконена. Но во многих странах произошел рост с точки зрения закона или конституции. Но многие отдельные люди, значительное их число, к сожалению, отказываются развиваться и продолжают придерживаться тех же предрассудков, той же дискриминации и той же избирательной жестокости на основании цвета кожи, вероисповедания и лекарствовой принадлежности. Борьба за поддерживающие равноправие законы — это один процесс. Но преобразование отдельных людей — это абсолютно другой процесс. До начала движения за независимость Индии в стране существовал процесс апартеида. Движение за гражданские права в США действовало по-другому, потому что они боролись против несправедливых законов. Сейчас законы исправлены, но несправедливость в человеческих умах и сердцах никуда не делась. Этого нельзя добиться, сражаясь на улицах. Это гораздо более сложная работа. Речь идёт о повышении уровня человеческого сознания, о преобразовании человека в более осознанную и восприимчивую ко всему сущность. Мы должны понимать, что если кто-то жесток к свиньям, но добр к людям, так это работать не будет. Потому что если в вашем сердце появится избирательная жестокость, однажды вы назовёте какого-нибудь человека свиньёй и сделаете это и с ним. Это не что-то отдалённое. Так что очень важно, чтобы осознанность человека росла и развивалась. Должна присутствовать чувствительность ко всему живому. Я выбрал свиней в качестве примера из-за одного видео, которое появилось недавно, поскольку продажи мяса в Америке идут не очень. на одной ферме, где не могли ни продать свиней, ни продолжать их кормить, решили убить несколько сотен или тысяч свиней. Судя по видео, это были сотни. Решили сварить их заживо с помощью пара. Подаётся 140-градусный пар, свиньи визжат. Но то, чтобы убить свинью паром, нужно очень много времени. После того, как пар отключили, несколько свиней всё ещё не умерли. Тогда туда шёл человек с ружьём и стрелял в свиней, которые ещё были живы. Когда мы можем сделать такое с одним существом? Мы можем сделать это и с другим. И это естественным образом распространится на других людей, которые нам не нравятся по каким-либо причинам. Если они нам не нравятся, либо из-за цвета кожи, либо из-за касты или вероисповедания, мы будем делать то же самое. Восприимчивость должна быть направлена на саму жизнь, а не на какого-то человека или какую-то конкретную проблему. Недавно в Индии получил огласку один случай. Беременная слониха была убита, когда съела начинённый взрывчатым веществом ананас. Это не было направлено против слона, но теперь, когда это случилось со слоном, вся страна испытывает муки совести. В социальных сетях идёт целая кампания против этого. Но мы должны понять, целью были дикие кабаны. Некоторые люди не хотят, чтобы свиньи проникали на их территорию, ходили по их земле, ходили рядом с их домом. Поэтому они установили такую ловушку. И, к сожалению, слон подобрал этот ананас, положил его в рот, и ананас взорвался. Прежде чем умереть, слон страдал около двух недель. С кровоточащим ртом он умер от голода. Он зашёл в маленький пруд, чтобы охладить свой рот в воде, и умер там стоя. Это задело всех. Наша проблема в том, что нас трогает одна жестокость, но не трогает другая. Если это происходит со мной, это жестоко. Если это происходит с тобой, не жестоко. Это же одно и то же. Если это происходит с одним существом, это не проблема. Если это происходит с тем, кто мне нравится, это проблема. Это и есть расизм. Это и есть религиозный фанатизм. Это и есть кастовая дискриминация. Если это происходит со мной или с тем, кто принадлежит мне, тогда это причиняет боль. Если это происходит с ними, это не причиняет боль. Это не исчезнет просто от изменений в законах. Речь идет о переходе человека на более высокий уровень осознанности, к более открытому существованию, к более восприимчивой жизни. К сожалению, в такое время, когда люди умирают от вируса, и в Америке самое большое количество смертей, разгорелся расизм. Это происходит постоянно. Никто с темным оттенком кожи не застрахован от этого. Даже я не застрахован от этого. Когда я бываю в Америке, то тут, то там возникают разные ситуации. Но это конкретное происшествие с Джорджем Флойдом было слишком жестоким, и его невозможно игнорировать. Его просто невозможно игнорировать из-за того, как это произошло. Сейчас набирает популярность еще одно видео, в котором полицейские застрелили собаку афроамериканца. Подобных инцидентов слишком много. От этого невозможно избавиться с помощью протестов. Для этого нужны социальные преобразования и индивидуальная эволюция. С точки зрения социальных преобразований, я знаю, что многих разозлить такое высказывание, но в ближайшие 3-5 лет обязательно должно произойти следующее. По распоряжению властей или, как угодно еще, в каждом участке должно появиться определенное количество афроамериканских и латиноамериканских полицейских. Я не говорю, что это устранит проблему, но в какой-то степени выправит ситуацию. По крайней мере, они могли бы лучше обеспечивать правопорядок, потому что понимают свои сообщества. У них больше доступа к этим сообществам. Им не нужно постоянно вести себя как полицейские. Они могут вести переговоры и справляться с преступностью немного лучше, потому что не все преступления — это сплошные убийства, не все преступления — это ограбление банка и тому подобное. Существует множество преступлений, которые совершаются детьми, молодежью, женщинами по разным мотивам. С этим можно легко справиться, если есть кто-то, кто может с ними поговорить, а не тот, кто постоянно держит руку на кобуре пистолета. Так что таким образом можно изменить ситуацию, но не повышая осознанность людей, не делая людей гораздо более чувствительными к жизни. Об этом необходимо задуматься каждому обществу в мире. Если мы хотим, чтобы прекратилась жестокость, направленная против людей, то должна прекратиться и жестокость по отношению к животным. Мы жестоко относимся к животным безо всякой причины. Это отражается и на том, как мы относимся к другим людям. Если вы делаете это с одним существом, то может появиться такое же отношение и к другому. Я думаю, что этому должно быть уделено более глубокое внимание. И это движение. Как долго можно продолжать протесты на улице? Может быть, вы будете продолжать 12 дней, 20 дней, а потом все угаснет. Так быть не должно. Даже когда не происходят подобные инциденты, это необходимо поддерживать 365 дней в году. Не на улице, но где бы мы ни находились, какое бы положение мы ни занимали, какую бы позицию мы ни занимали в обществе, какая бы ответственность на нас ни была возложена, это необходимо поддерживать. Только так можно достичь перемен. Одних только протестов, которые пройдут какое-то количество раз, может быть недостаточно. Но сейчас можно понять, что люди в ярости. Когда люди в ярости, они не всегда делают разумные вещи. Очень важно, что дело здесь не только в жизни одного человека. Есть очень долгая история. Людей заставляли испытывать невероятные страдания на протяжении нескольких сотен лет. Так что такая поправка не произойдет внезапно. Так поколение людей, если мы возьмем на себя обязательство воплотить это в жизнь, что, когда мы оставим этот мир, в нем будет гораздо меньше предвзятости, это очень даже возможно. Редактор субтитров А.Семкин